От всего отраста, как я и говорил, сюда притягивает боковым течением такой заводью для детей, идеальный для купания. Вот непонятно, красный флаг никого не выгоняет. И люди из-за решетки смотрят на море. За забором в калетку здесь детская площадка. И отдыхаете, как будто одни. Прям такой оазис небольшой. У нас тут девчонки ходят в поисках чистой водички. Выход с пляжа Джамайки. Как понимаете, сюда пойти теперь никто не может, если вы там не отдыхаете. Они обещали, что этот пляж, пляжная территория будет для всех, что Дюн из населения для всех. Но, как оказалось, нам врали. Посмотрите, какой я рай нашел. Раунд просто. Санаторий родник, пожалуйста. Вот в этом районе просто-таки парень и погиб. Считается зеленая вода или нет? Нет, это не считается. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас из нашего любимого города-коррота Анапы. Нахожусь я на Джуматэп, районе Ротэ-ДПС. Это пересечение Пионерского проспекта и улицы Железнодорожная. То есть отсюда вы, по идее, можете попасть к Железнодорожному вокзалу, даже пешком дойти. Правда, ходить там, наверное, не особо. Хорошо, потому что постоянно жалуются и на заросли, и на мусор, и на открытые люки. Но, я думаю, в скором времени, когда построятся, вы видите, какие огромные комплексы строятся, как говорили у нас в гостинице. Это, на самом деле, апартаменты, которые вы можете уже покупать себе, чтобы их сдавать, либо в них самим приезжать отдыхать. Попробуем перейти через Пионерский проспект, чуть не сбили. Будьте аккуратны, у нас тут, короче, водители прям очень интересные, ездят по каким-то своим правилам, если честно. Ну и всегда, как говорится, личная внимательность приводит только к хорошим последствиям. Сейчас возле аквапарка Тики-так у нас находится парк Солнечный остров. Солнечный остров не работает, аквапарк Тики-так работает. На календаре у нас сегодня 12 августа, вы будете смотреть ролик 13-го, с утра я его выложил, я здесь успею все смонтирую. Ну и сегодняшняя цель прогулки прогуляться до, не поверьте, Анапы от Джимоте, потому что мы, в принципе, пляжи от Витязева и до конца Джимоте практически закрыли. И осталось то, чтобы показать вам, как выглядели они в этом году. Думаю, что будет интересно, присаживайтесь здесь поудобно, начинаем мы с Джимотинского проезда на том месте, где прошура закончили. Здесь потихонечку начинается движуха, приходят трансформеры, открываются торговые точки, ну и аквапарк тоже играет музычка, люди там кайфуют. Подъезжают машинки, которые тут вообще прям очень много вечернее время и разные павильончики с едой запускаются. Аквапарк потихонечку посмотрим, как наполняется, здесь экскурсии, кофе, тайское морожие, чугу здесь только нет, ребятки, сами смотрите. Если вы где-то что-то ели, пили, обязательно в комментариях пишите. Это местечко, где находятся гидромассажные ванны. Обзор на аквапарк у меня есть на канале. Посетители пока мало. Пока они все только проходят. Жара на улице, так что аквапарк еще будут работать. Лизно, вот Северный Литр пришел, но он нам принес только прохлады. Здесь, я так понимаю, косички плетут. Вот здесь я пробовал кофуд, мне показалось дороговато. Так, в принципе, все вкусно было, но дорого. И порции маленькие за эти деньги. Ну и торговые разные павильоны. Ну а здесь, вот на этой площадке, происходит краски катания на всех возможных разнообразных машинках, которые здесь есть. Я сейчас выпускаю видеосюжеты на площадке YouTube, ВК. Пытаюсь грузить на рутупы, это сложнее всего, оказывается. Платформу пока не подключал, не нравится мне это все, пока там бета-тестирование идет. Потом Яндекс.Дзен и одноклассники, ребятки. Подключайтесь везде, добавляйтесь, Юрий Заровский в поиски. Особенно группа ВКонтакте. Мне кажется, ВК у нас за ним будущее, по моим ощущениям. Здесь у нас и магнат, магазин и по пивку, и меддоллары. И еще детские аттракциончики стоят, и большая столовая. Здесь она, видите, елочками заросла. И на самом деле это очень классно, потому что там теперь тенек и комфорт. В прошлом году я в ней ел. В этом году, честно, я когда-то по столовам ходить, работа-работа, все, работа. И мы подходим к переходу GMT-1 на ту сторону. Здесь ситофонная сигнализация, с левой стороны остановка. Меня радует, что я сегодня пришел, а здесь мусор не валяется. Обычно здесь еще и свалка была. А так все чистенько вывезли, видите, только тротуарную плитку. После того, как здесь какие-то коммуникации проложили, так за все лето и не умудрились уложить. Просто позор для города, что люди приехали, платят бабки, и приходится им вот на это все смотреть. И переходим на зеленый свет светофора. Туда у нас Пленевский проспект пошел, машинка становится поменьше. Тут было вообще прям все заставлено. Даже если возле магнита парковку нашел для мужчины, что меня прям очень порадовало. Выходим в район. Здесь вино от производителя работает долгогодично. Здесь все сезонные магазинчики. Это КП Полет. Раньше называлась установочка. И оно, в принципе, продолжает работать по правой стороне. ароматы. Разные вкусные классы наливают. Тут, честно, посимпатичнее стало, чем раньше. Может быть, было. Конечно, территории тут теперь очень большие подсидения. Людей разнообразные. Фернский дворик тут всякие вкусняшки продают. Мы уже первые люди, которые приходят поесть в столовую, сидят на местах. Здесь можно посмотреть в меню, не заходя в столовую. Если вы что-то здесь ели, обязательно пишите. Не знаю, как показать. Сегодня солнце висит с той стороны. И сразу тень моя падает. Вот так помещение, в принципе, большое, комфортное. Выходим дальше. Тут семейная винодельная открылась слева. Эти питаются переоборудоваться. Более-таки симпатичные места. И здесь можно увидеть. Рыбки продают. Фрукты, овощи. Разные, прекрасные. В общем, работают все ребята на все 100%. Тут арбузы привозят. Прям на точку продают с места. Как это переработать? Надо ждать ездить. Разные изделия из Африки. Здесь вкусняшки. Фрукты. Можно толстно. Видите, разные вкусные. Столовая очень хорошая. Лицо по 30 рублей. О, вот выбор с мангала. Все просто бомбически. Бурш-курицы. 160, 160, 160, 150. Блин, цены, конечно, ребята, у нас взлетели. Я могу сказать. Но и продукты все стали гораздо дороже, да? Здесь поджаты 70, 140 рублей за 100 грамм. Ну и само помещение. Можно видеться очень красиво. Вот, кстати, обратите внимание, сколько выпечки у ребят наставлено. Это одно из таких прекрасных заведений, которые прям хвалят. Маша и Медведя называется в гостях. Маша и Медведя. Это Хилтон строится. У нас очень много было возмущений по поводу его строительства. Но вот если бы он не попал еще на сезон, я думаю, что вообще бы никто бы не возмущался. После того, как все это здесь вот в такой формат преобразилось, вы можете увидеть, какая красота получилась. С той стороны у нас хороший тротуар, широкий. Зеленые насаждения там будут. И, возможно, тоже появятся лавочки. Так что джаматинский проезд становится прекрасным местом. А если там насаждение будут деревья, именно, то это будет очень круто. Двойне. Так, Медведя, Маша, у нас здесь потихонечку все запускается. Тоже с утреца еще не все зоны открыты. Мы двигаемся дальше. Тут вынесли цветочки в таких горшках. Это у нас гран-пуизы отеля. Находится с правой стороны, которые были под вопросом закрытия, сноса. Но пока работают. Афро-экзотика. Поднимите, друзья, мы их зайдем. Притом, что эту часть даже подняли. Это краски защиты от наводнений. Молодцы, что учли, но не повезло тем, кто находится с той стороны. Как понимаете, вода всегда будет куда-то уходить. И понятно, что в те места, где будет меньше уклона. Вот так можно обратить внимание, как поменялся этот проезд, проход к морю. Мне кажется, симпатичный. По левой стороне, за счет того, что расширили, идет гораздо больше людей. Это уже неоспоримо. Здесь еще одна, кстати, столовая с той стороны осталась. Тоже очень и очень хорошая. Отзывы тут вот обоих вот этих столов, прям самые классные. В чем-то, если вы приезжали, сами здесь ели или собираетесь приезжать поесть, то я вам могу советовать. И вы тоже можете, мои дорогие подписчики, подтвердить это. Ну, пойдем глянем. Внутри продает, ребята. На себе могу показать точно такой же ремень, как здесь. Выбор ручной работы из кожи. Очень крутая тема. День добрый. Только что пообщался с ребятами, которые занимаются здесь благоустройством. Смотрите, вот это будут не для скамеечек. Здесь будет спуск. Здесь будут зеленые зоны. Перед ними будут стоять лавочки. Здесь по джематинскому проезду планируется поднимать уровень асфальта и переделать канализацию, чтобы выхода канализации не было. То есть, все уже согласовано, со всеми договорено. В следующем сезоне этот проход будет вообще не узнать. Прекрасно. Как и должно быть, и как этого бы очень хотелось. Согласитесь, ребята. Здесь вот, посмотрите, подкрывались магазинчики. Как-то симпатически смотрится. Кто помнит, как это было, я думаю, подтвердят мои слова о том, насколько сейчас здесь стало приятно. Это при том, что еще идет строительство. То, что еще не закончено. А в дальнейшем здесь будет все выглядеть еще гораздо лучше. Мы это очень ждем. Надеемся, что современные курорты будут выглядеть именно так. Также обещают, что этот проезд будет закрываться на летний сезон. Хаотичного движения автомобиля мы тут не должны увидеть. Потому что здесь, допустим, есть и покупка для своего отеля. Не построили. Хотелось бы, да, чтобы более прогулочных зон было. Пообещали деревья, что здесь появятся на этих зеленых зонах. Ждем, надеемся и верим. Вот нам больше ничего не остается. Я кофе попил. Самое главное для меня лично, чтобы здесь появилась хоть одна мусорка. Ну нету, просто, просто нету, ребятки. Куда кидать, как кидать, что делать, беспонятно. В общем, двигаемся. Далее смотрим. А хотел я, подождите, в столовую забежать. Так, знаете, как тут выглядит. А то одну показал, а вторую не показал. Ну, посмотрите, ребята. Блинчики. То есть, вот, допустим, супчик. И сразу окрошка 200, супа шоу, от столицы 250, кубанский борт 160, супа гороховый 160 и по 250. Отборная окрошка, запеканка осторожная, 100 грамм. Тоже все видно, все красиво. Кустечки прям, кайфово, повторяю, за стеклом, все свеженькое. Ну, вот, не слышал я прям плохих отзывов об этих местах. И также разные сладости и помещение такое красивое, классное. Ну, детки кушают, прикольно. Пойдемте дальше гулять по местам. Ребята отдыхают на скамеечках. Афра-косички, разные еще тапочки, фишпинг. Кстати, в низах не открыты, в серое лето, наверное, еще спят хозяева. Фрукты, овощи, ну, тоже вот симпатичные. Единственное, конечно, вот это вот налепили всего. Это выглядит не так привлекательно. Вот пивной бар, вот тут красиво, белое-черное. Сохранили прям идеально. Фрукты, овощи, к сожалению, без цен. Здесь, тут выпечка, там дыр стоит у ребят, лепешки делают. Вот тоже много разных вкусняшек. И отправляемся уже дальше. Вот эту часть пока еще отделкой не занимались. Ну, в общем, работы по Хилтону предстоит здесь им еще много. Но проход вы видите сами, как уже видоизменился. Сколько всего нового и интересного. Здесь можно увидеть тоже еще одно столовое перед белым пляжем. Туда дальше у нас уходит Джаматинский проезд. Там Дивный мир, Шихан находится, Гран-Туизы, кстати, входы туда. Ну, а здесь мы выходим на море. Тут тротуар до сюда давились. Смотрите, здесь пока, я так понимаю, заезжают просто большегрузы. Не стали трогать эту территорию. В дальнейшем появится тоже соединение тротуара. И вот еще кусочек здесь сделали. Гостиница это или что-то здесь сделает, или закроет. Вид на нее, уверен. Но, судя по будтой главой гостиницы, в нее в этом году закрыли работу ее. Возможно, это вообще все изменится и исчезнет. Потому что, допустим, Белый пляж, видите, это деревянные домики. Я понимаю, временные строения, то есть на сваях стоят. А для постоянных здесь, наверное, мест все-таки не было разрешений. Поэтому это все. Ну, в общем, я не знаю, ни в курсе как. Это мои все предположения, кажется. Как оно работает. Здесь у нас пиво, рыбы. С правой стороны тоже Белый пляж. Выставил огромное количество просто разнообразных торговых павильонов, которые сегодня работают в полном объеме. Ну, что сказать. Есть желающие, а работать хорошо. Тут даже косички были тут. Ух, какой байк. Честно, все больше задумываюсь о каком-нибудь байке. Сейчас много электричек. Может быть, что-нибудь взять покататься. Потому что двигаться по пробкам как-то не особо удобно. Я уже даже начинаю думать, даже с фотоаппаратом не будет. Нормально, если не по-быстрому. А то едешь 20 километров. Так все-таки чуть побыстрее сможешь передвигаться. На выходе на пляж здесь у нас есть разнообразные выпечки, еда. Люди, которые тут, кстати, жаловались на какую-то покупку типа суррогатного вина. Не знаю, где покупали. Надо это все фиксировать, если вам что-то не нравится. Аромат, конечно, классный. Здесь у нас вот эта гостиница как раз-таки и не работает. Типа овощи на гриле. И здесь перед пляжем проходы прогулочки. Выходим на море. Видите, блин, на песок машина выезжает, паркуется. Здесь душ, туалет находится. И дальше у нас с правой стороны белый пляж. Вы можете, кстати, прийти на него отдыхать, взять в аренду себе шизлонги и все остальное. Тир не работает. Морской порт здесь находится. До сих пор еще ни одной мусорки нет, ребят. Вот вопрос к администрации, не предпринимателям. Предпринимателям-то, предприниматели тут ноги позакрывали. Ну, попробуем прорваться потихонечку поближе к морюшку нашему. Посмотреть, как там все выглядит. Это две дюны мои любимые. Видите, с растениями, к сожалению, многие люди, за то, что не имеют возможности куда-то выкинуть мусор, начинают его бросать сюда, под них. Тут тоже детский городок с правой стороны. Ну, что-то он выглядит таким нерабочим. Здесь было больше разных благоустройств. Это и возможности для заработка предпринимателей. Я смотрю, что практически все же поубирали. Плюс или минус того, что бар есть или нет. Мне, знаете, больше для того, чтобы было удобно нашим отдыхающим. Я за это всегда перезерплю. Потому что мне от этого ни холодно, ни жарко, так как я на пляжах не отдыхаю. Мы тут работу работаем и водичку я, допустим, с собой в машине вожу. То есть я дальше на пляж не беру. Пошел, поработал, пришел к машине, попил. Или с собой беру. То есть не было у нас такого, что мы шезлонги тащим или еще что-то в детстве. Максимум полотенце брали на пляж попить. И никогда там этих баров не было. Сейчас понятно, что люди хотят сервиса и какого-то удобства. К сожалению, у нас, видите, все барные территории закрыты. Вот место для курения. Остались только прокат шезлонгов, переодевалки и все на этом. Хорошо, хоть мусорки оставили. Так было бы прям вообще печально. Наконец-то. Спасибо этому пляжу за то, что здесь есть возможность выкинуть. Шезлонги. Да? Добрый день. Здрасте. Можно сфоткаться? Да без проблем. Как вас зовут? Николай. Откуда вы? В Москве. Как вам у нас отдыхается? Да, прекрасно. Скажите, вот как вы относитесь к тому, что у нас тут барные территории позакрывали? Ну, чуть бы не здесь ни, поэтому, главное, что спокойно было. То есть вам все равно, в принципе? Да, по барам надо. А вот. Солон купил воды, он пошли до 6 килограмм. Понял. Все, что попали, машите ручкой. Хорошего вам отдыха, ребят, от души. Не за что. Вас так же, хорошего отдыха. Смотрите, лежаки вот на этой секции стоят по 300, в следующем году эта секция идет под Хилтон. Следующая секция идет по 400 и дальше говорит, вот мой отдыхающий, дорогой, подписчик, что идет по 500. То есть вот такая вот информация ходит и говорит, что вот в следующем году он как будет отельный, этот пляж, то не станет ли дороже там? Станет. У нас всегда. Так если меньше предложения, больше спроса, пока вот видите, есть свободные жиги. Кстати, людей стало у нас меньше. Прямо душем говорю, что было поболее. И сейчас выходим на пляж. Если мы туда выходили, тут уф, прям много народу, прям красота. То есть сейчас уже как-то полегче все-таки на этих пляжных территориях. Смотрим по сторонам, наслаждаемся в полном мире. Здесь, ребят, прокатка. Тамараны где-то 1200 час по 1000 рублей. Плюс-минус там таблетка и банан. Здесь делаем сумки, плюс у них одинаковые. Мест, вон, отдыхай не хочу, бесплатно целая куча. Ну и до Джамайки мы сейчас зайдем. Мой любимый пляж, на котором постоянно мне обидно становится за то, что они так всю территорию позабирали. Чемотед, джаматинский проезд. Сегодня мы его полностью посмотрели. И сейчас отправимся куда? Вон туда. Город-курорт Аннапа, дорогие мои друзья. Я надеюсь, что будет круто и интересно. Вы подпишитесь. Если вдруг смотрите ВКонтакте, нажмите, внизу там есть кнопочка такая «Поделиться». Отправьте на свою страничку или своим друзьям. Пускай добавляется, но надо раскачивать группу, чтобы у нас появлялся интерес. Также буду благодарен в группе моей Юрия Азаровской в ВКонтакте за платную подписку. Там 100-200 рублей можете выбрать. Но это мотивация для меня, что скольким это людям важно, стоит ли развивать или нет, друзья. Так что делайте вещи, как говорится, я буду отвечать вам от души и сердечных вещей. В широкой камере, конечно, все это выглядит немножко по-другому. Сейчас приблизим, посмотрим пляж в сторону туристического прохода. Людей отдыхает, в принципе, много. В Джимоте, к центральному пляжу Джимоте там народы еще больше. Смотришь, смотришь, еще раз смотришь и поражаешься. В принципе, людей там много, но все равно места появились, ребят. То есть уже не настолько все плотно, как это было до этого. В море людей тоже много. Купаются все, водичка прекрасная. 27,5 градусов температура воды, температура воздуха на солнце 34. Сейчас ветерочек пришел, я думаю, 32. По прогнозу 29 сегодня должно быть. Ну, все вплывается. Ветер у нас разгонится до 6 метров в секунду. Чуть-чуть не хватает, чтобы мне стало комфортно кататься. А это туда, в сторону Голубого пирса, там, где приходят посмотреть дельфины. Конечно, в такую погоду их там не особо удобно будет глядеть. Но я думаю, что северный ветер, если немножко развернется, то будет хорошо. Вот такая вот обстановочка на пляже. Это непосредственно не с широкого угла камеры. Все готовится к запуску на воду. Катамаранчик. Ну, и мы продолжаем с вами прогулочку. Надеюсь, что вам видео именно в формате про пляжи интересны. Водичка сегодня 27,5. На Джимоте именно в этом месте мы видим, что вода чистая, комфортная. Водрости по-любому присутствуют. Но боковое течение воду меняет очень быстро. Поэтому сказать, где сегодня и завтра будет чисто, невозможно. Ветер у нас подошел под углом. Северный, юг приходит вот четко из этого мысла. А северный уходит туда. И поэтому получается вот такая вот беда. Или наоборот, не беда. Ну, вода с зеленцой, могу сказать. В принципе, каши, киселя, никакого нет. О чем вы все, в принципе, и мечтаете. Я думаю, что именно такого вы хотите приезжать. Наслаждаться и, главное, ободрость не теряться. По медузам сегодня присылали, что на глубоких каменных пляжах у нас они присутствуют. Ну, в принципе, как и везде, на морском побережье. Подходим опять к отелю Джимайка. Здесь, кстати, смотрите, красные флаги несят. Одна спасательная, вторая спасательная. И там на пляже никого нет. Опять территория занята, обнесена заборами. В общем, к сожалению, вот такая вот беда происходит, друзья. Представьтесь, как вас зовут? Анастасия, Москва. Очень приятно. Анастасия, вы как отдыхаете? Все прекрасно. Вы видели, что флаги красные? Видели. И продолжаете купаться? Ребенок будет буквально по коленочку. Я за ним слежусь с бабушкой. Хорошо. Так, как вам отдыхается в этом году? Все отлично. Погода, жиральная, приемная, все очень жирная, море, теплая. Мы немножко зеленые, но это не критично. Мы привели, что это первый год. Прекрасно, что вас все устраивает, это самое главное. Ну, вот это прям считается зеленая вода или нет? Нет, это не считается. Вот позавчера было немножко зеленое, но сегодня за ночь все сможет, все отлично. Понял. Ну, сейчас вообще водичка, думаю, прокачает и будет получать. А вот если туда поглубже заплывать, там как море? Там чище, но мы туда не плаваем. Вы по берегам купаете? Нет, ну я не про сегодня, я тебе думал, вчера там или когда водоросли были? Вчера, позавчера там было, сегодня еще не знаю, сегодня же опять. Понял, вам хороший отдых, спасибо, что смотрите на петюничку. Также всего хорошего, спасибо. У нас тут девчонки ходят в поисках чистой водички. Дай бог, чтобы у них все получилось, и они ее нашли. Выход с пляжа Джамайки. Как понимаете, сюда пойти теперь никто не может, если вы там не отдыхаете. А обещали, что этот пляж, пляжная территория будет для всех, что Дюн из населения для всех. Но, как оказалось, нам врали. Ну, в принципе, как и всегда, я был в этом, в принципе, уверен, ничего не изменилось. Друзья, море на вжимайке здесь, в принципе, хорошее, классно. Дальше у нас еще пляжи отельные идут и в Золотой песке. Проезд золотистый будет к морю. Мы туда сейчас тоже пройдем. Здесь вот кто ютится в Джима-Темпо, смотрите, Джамайка пляж, да, чуть-чуть проходите его, и сколько здесь места свободного. Сегодня я покажу вам еще более пустынные пляжи. Ну, и здесь, да, только к берегу люди подбились. В принципе, вдоль берега выбирают все места свободные и отдыхают. Жалко, не все подписаны пляжи, которые здесь находятся. Было бы, конечно, интересно называть их всех по отелям. Я, к сожалению, этого сделать не могу. Ну, мы будем надеяться, что в следующие годы здесь прям вообще подписи будут. Так, то есть, вы отдыхали на этих пляжах, пишите, где какой, как он правильно называется. Проходим дачу. Здесь, мне кажется, вода становится еще чище. Хотя, вот, девочки скажут, что, в принципе, считают, что здесь существуют водоросли. Возможно. Когда море волнуется, у нас все равно есть здесь вода не кристальная. Воле, когда прокачивают водоросли. Это очередная порция летит туда, в сторону Анапарси, которые были. Витр несколько дней будет, и будет только лассиливаться, поэтому, я думаю, прокачается все. Здесь мы выходим. Пляж, я, кстати, этот пляж обозревал, когда снимал отель Алюра. По-моему, он относится частью этого пляжа, пока нет, к нему. Ну, дальше еще обозначение. Ну и места, да, на этих пляжах прям очень много. Кто приезжает, отдыхает сюда, в Джимотэ, говорит, блин, вообще пусто на пляжах. Чего там деятелись? А те, кто отдыхает в центре Джимотэ, те, конечно, под впечатлением от количества людей, которые там отдыхали. Санаторий «Родник», пожалуйста. Вот в этом районе, раз-таки, парень и погиб. Вот в Джамайка «Родник». Жалко, понимаешь, что происходит трагедия. Золотые пески. Пошел пляж, тоже большущая территория. И здесь они молодцы, отступили от берега много, то есть к ним никаких претензий, что они там веревочками красиво городили. Вот такие мне нравятся пляжи. То есть зачем эти заборы городить, загоны? Тогда можно вот так вот в месте комфортно и хорошо отдыхать. Друзья, приезжайте на отдых и дай бог, чтобы у вас все получалось именно так, как и этого и хватите. Находите в свободные места. Ну, может быть, конечно, людей стало меньше, но если я отмечаю последние дни, как будто произошел отток народу. Вот сам проход к морю золотистый. Точка проката. И пляж вообще, да, свободный. Вот если вы смотрели предыдущее видео, как мы гуляли по джемоте, то здесь, я думал, все волосы начнут шевелиться, как так можно было отдыхать. Там еще дюны, смотрите, какие большие, классные. Это у нас Эллада. Если можете, чем можете по ней ориентироваться и их пляж. Дальше Эра Технополис находится. То есть вот такие вот обстановки. Здесь море тоже немножко с зеленухой. Вода не кристальная. Пару дней сейчас все это прокачает, то, что он собирал до побережья. И мы подходим к пирсу, на котором как раз-таки и собираются, кучкуются все наши зельхинчики. Туда вы можете тоже выбираться и глядеть на них. Здесь лежат от берега чуть подальше, потому что тут вода подходит поближе к грунту и берег мокрый. То есть это как отдыхать на сахон. Такие вот моменты, ребята. Кто-то входит дальше к забору, развешивает там свои вещи. Но об этих пляжах знают не только ли все. А тут территория Эллады раньше была вообще просто пустынна. Кстати, тут смотрите, какое море чистое стало. Вообще зеленых и даже нет. Красота. Как сегодняшняя ситуация. Вы сами представьтесь, как вас зовут, ребята. Вадим. Откуда? Мы местные. Мы понимаем, что он откуда? В Робове откуда. И вот тоже красный. Центр. Красноярдохи. Вот. Вообще прекрасно. Район. Расскажите, что по чем вас покататься стоит? Полторы тысячи катамаранцы отчастного. Мы сейчас не выпускаем. И до 2 года купание запрещено. Запрет, да? Представься. Меня зовут Богдан. А Богдан самый главный, я смотрю, у вас. Самый большой еще. О, тоже вообще хорошо. В общем, почти весь наш район собрались на работу здесь. Нравится работать тут? Шикарно. Чтобы отдыхающие хорошие были еще, добрые. А что, плохие попадаются? Попадаются, да. Вы что-то говорите, у нас самые лучшие люди. А то к вам никто не приедет. И вот катамараны сказали, а банан и таблетка? Родственников. Нет, сколько стоит? Родственников, это друзья, знакомые. Ага, все, понял. Так не катаемся у меня вообще. Я не про сегодня говорю вообще. А вообще, 600 рублей по мальчику, там веточка 800 рублей. Слушай, дешевле, чем на центральном пляже. Хорошо, я всем говорю, 1000, 1000, как там, думаю, нет? Нет, там дороже, а тут подешевле. Все, умножите ручкой, всем привет, вам хорошего отдыха. Давайте, работа, ребята, работа. Хорошего отдыха. Вот так вот, такие приветливые все у нас здесь люди. Это прекрасно, да? Ребят, вон, медуза, смотрите, какая большая валяется. Ребят, уже идут, и сиху огромного. Здесь, посмотрите, берег очень мелкий, длинный. То есть, для детей идеально. Даже запрет на купание, вот как мужчина лежит, люди стоят в море. Я думаю, что идеально, и никто не пострадает при этом. Будет очень хорошо. Ну, и с левой стороны можно увидеть площадку и пляж Элада. И спасательные водки здесь тоже есть. Ну, красиво, кстати, смотрится. Теплоход идет. Сапок, ребята, и цвет такой воды. Прям прикольный. Измрут, я бы его назвал. И вот мы подходим к концу пляжа Элада. И самым пустынным пляжиком, который я вам говорил. Перед пирсом и после Элада. То есть, сюда можно приходить отдыхать и наслаждаться вообще одиночеством практически. Особенно, если рано с утра, то есть, то, что вы сейчас видите народу, это даже много. Элада, конечно, всей территории просто невероятно большая. Грохла перед ней. Вот тут во второй половине вообще никто не загорает. Забор, у меня тоже, мои друзья, не любят. И дальше вам, пожалуйста, пустые пространства и лучшие пляжи Анапы. То есть, те, кто снимают видео и говорят, что все, мест нет. Но мест нет на конкретных пляжах. Они тоже правы в какой-то степени. Я так же снимал. Но вот мест, на которых даже само Анапы, по Тренецкому проспекту, можно прийти отдохнуть. Их тоже. В общем, вы сами видите, да? Насколько прекрасное местечко. Насколько здесь мало людей. То есть, туда на длину идете, вообще будете одни. Самое главное, не забывайте, ребят. Безлюдные пляжи, это значит, что за ними никто не смотрит и особо не убирает. Поэтому все только на вашей совести. Пришли, отдохнули, убрали. И за собой, и за тем еще другом. И тогда эти пляжи останутся чистые, прекрасные для вас. Привет, друзья. А вам хорошего отдыха на лучшем пляже в Джамате, ребят. От души. Посмотрите, какой я рай нашел. Раунд просто. Идеальный берег. Тут лечь и кайфовать. Вот такое море, думаю, вам понравится, друзья, 100%. Великолепно. Фотосессии идут у ребят. Я тоже на этих дюнах любил фотографировать. Но сюда немножко неудобно подъезжать. Потому что парковок рядышком нет. Поэтому фоткаю в другом месте. Но так место шикарнейшее. Тут ищите обязательно как. Вау! Вы посмотрите, какая русалка здесь отдыхает, друзья. Такой мужчина только с ней сфотографировался. И красота. Мы пока ждали дельфинов. Тут люди вслепили. Круто. Я надеюсь, что море тепло и ласково в этом году будет абсолютно для всех. И вот вы в таком море сможете отдыхать и получать удовольствие. Находите вот такие пляжи, по моим советам. Он не один, понимаете, их много. Я уже показал таких мест. Вот вам, пожалуйста, Анапские Мальдивы. С левой, с правой стороны буквально там все в людях. Но люди ленивые. Они не любят пройти. Вот вы пришли и отдыхаете. Как будто одни. Прям такой оазис небольшой. Желаю всем такого отдыха от души. Ну и, повторяю, дельфинов можно поймать возле этих пирсов. Пораньше приходите. Желательно, чтобы поглощение моря было тогда. Фотки будут еще круче. Хотя и вот сейчас они тоже приплывают. Можно наблюдать. Здравствуйте. Вас как зовут? Паучи. Спасибо. Пока, доброго. Хорошего отдыха. Пока, пока. Люди приходят с детками. Играют песочек с ведерками. Прям кайф. Здесь у нас с палаточками отдыхают. Ну вот в одну линию и между людьми там по метров 10 точно. Тут дальше вообще пустота пошла. Это ждут ребята. Именно дельфинов приходят, купаются под пирсом. Ну что-то пока не вижу. И чтобы они были здесь. Тут под пирсом бесплатная тень, под которую люди забиваются. Тоже на отдых. Практически дошли до пляжиков, которые за пирсом находятся. Там у нас тополиный проезд к морю. И проход будет между мечтой и тристалом. Возможно, вы слышали такие названия. Это наш санаторий в Анапе. И юность ходит туда. Там МВДшник. Ну вот, собственно. Люди возле пирса здесь прям хорошо отдыхают. Ну так вот выглядит все под пирсом. Тут красивые картинки можно делать. Ну и креветок, я так понимаю, ребята ловят с очками. С этой стороны море прям по-другому смотрится. Такое более лазурненькое. Водичка тоже, в принципе, хорошая. Знаете, ничего не хватает. В свободном доступе здесь площадка для занятия воркаутом. Там вот есть подтягиваться и брусья. Но они бац, на лето закрывают это забором. Тогда уже не пройдешь. Может, и не выгонят, но все равно уже не так сильно хочется. На пляжной территории здесь вот такие. Тоже пока людей еще немного. Думаю, что куда-то по лейному проезду ближе мы найдем все-таки хоть один пляж еще в густо населенной людьме. О, и водоросли нашли тоже. Я этих повыбрасывал здесь немножко. Это, по-моему, первый такой трэш-контент с водорослями, которые у нас обнаружены за все наши путешествия. В остальных местах море было прям прекрасно, если честно. Здравствуйте, можно с нами сходиться? А как вас зовут? Александр. Катя. А откуда вы? Из Смоленска. Хорошего отдыха в Смоленску. А как называется ваш пляж? Эллада. Эллада. Отлично. Это Эллада-1. Все, дети, счастливые. Пляж Эллада-1. Я все думал, как он называется. Вот, все. Эллада-1. То был Эллада обычный, в который мы шли. Очень большая территория. И здесь у них отдельный. Так вот и отдыхают. Тут тоже, видите, немножко палочек выбрасывал такого мелкомусора. Тоже можно было пообирать, и было бы хорошо. Ну, а водичка в основном чистая, классная. Особенно вот эти мельки меня прям совсем радуют. Людей на берегу совсем мало, пляжи свободные. И когда люди смотрят треш-контент про то, что пляжи забиты, те, кто едут в такие пансионаты, приезжают и думают, а где все? Куда все делись? Здесь так свободно, так хорошо и прекрасно. Я думаю, что вы сейчас на видео можете это все оценить. Прямого видения на эти территории. Вот он, Кристалл-пляж. Там вопрос по проходам пляжа, там заборы. Ну, вас никто не имеет ограничивать по водному кодексу. Можете проходить через территорию, не пользуясь их благами. Территории между пляжем и водой огромные. Поэтому претензий к загородкам иметь мы здесь никак не можем. В одиночестве приходятся такие красавицы. У нас на пляжах отдыхают, ребята. Представляете? Надо знакомиться. Так что, мужики, приезжайте и не давайте девочкам скучать. Слушаем, простор, кайф. Сейчас дальше будет у нас мечта, наверное, пляж. А потом будет юность. Хотя, может, ошибаюсь. Сейчас посмотрим более точно. Прокаты сапов здесь есть, если вдруг вам надо. Ну, и тоже берег чистый. Море чистое, манящее. Вас к себе гости приглашающие. Этот пляж называется Горгипия. Вот. И вот это самый трешовый пляж. То есть, это юность. Он огорожит забором с видеонаблюдением. Такой бред просто. И люди из-за решетки смотрят на море. Я такого никогда не видел. Честно, не могу понять. Этот забор, допустим, ни от чего не спасет, не остановит. То есть, а там отдыхают наши МВДшные структуры. То есть, и мы с вами смотрим на то, как их от нас, что ли, защищают. То есть, в зомби-апокалипсе, что ли, идут. Ну, короче, я не знаю, как это описать. И там вот еще вышка стоит. Автоматчик, наверное, ушел. Ну, я постоянно, когда это вижу пляж, мне так на ха-ха пробивает. Ребята, вот кто служит в наших структурах, отдыхает в юности. Вот скажите, вам вообще по кайфу отдыхать на пляже и смотреть на море через клетку? Или кому-то чего-то готовить? Короче, я не знаю, в чем вот символичность этого пляжа. Но выглядит просто бредово. Я не смог бы отдыхать и смотреть на море через клетку. Для меня это был бы просто моральный какой-то вред от такого отдыха. Здесь же люди позволяют с собой так обращаться. Ну, ладно. Кто я такой, чтобы возмущаться? Мне не нравится. Проходи мимо и не отдыхай там, как говорится. Чем дальше от пирса проходим, тем море, мне кажется, более кайфовое и прозрачное. У меня претензии к воде вообще никакие целая большущая семья с крокодилом вылазит. Кстати, здесь у нас тоже красные флаги. Но никто никого не выгоняет. Повесили и все. Спасение на воде не ведется. Довите дальше сами. Хотите, тоните. Хотите, не тоните. Выбор каждого человека спасать или сохранять его жизнь. И находится она в его руках. Мест на пляжах очень много в этих местах. Мы подходим все ближе к тополиному проезду, где людей, возможно, будет немножечко побольше. Море кайф. Вызывает желание приехать. Сто процентов. Хочется на таком пляже отдыхать. Да я уверен в этом. Территории, в принципе, все очень чистые. Здесь тоже отельные пляжи пошли. Но здесь подписи на этих пляжах я, к сожалению, не вижу. Я помню, что здесь у нас славянка должен какой-то из этих быть территорий. Ну и еще что-то. Ну ладно. Пишите. Я думаю, что тут отели всякие пробивают проходы к морю. Вода все чище, чище, чем ближе к Анапе. Потрясающе просто. Потрясающе. Кто ищет чистое море, вот я всегда говорю, выйдите, прогуляйтесь, посмотрите. Всегда можно идти к чистой берегам. Несмотря на боковое течение, море чистое, свободные пляжи, Анапа. Такая, я думаю, вам зайдет даже. Здесь пляж Урал подписан. Тоже красный флаг. Территория выглядит вот так. А вот следующая, я думаю, что это уже славянка. Туда дальше людей побольше. Это ривьера и пляжики рядышком с ними. Ну, панорамочку давайте смотреть, чтобы вы понимали, где мы находимся. И точно все знали. Красота. Все равно мало народу, я считаю. Здесь под ногами у нас встречаются ракушечки. Славянка. Стоит и бедит у нас спасатель в бинокль. Молодец. Потому что людей купается в море прям очень много. Вот непонятно, красный флаг никого не выгоняет. Странная система, короче, как это работает. Я теперь вообще в этом году крайне не понимаю. Посмотрите, какая вода. Посмотрите, какое море. Как хочется, чтобы вы все ходили и отдыхали на таких пляжах. И никогда не жаловались даже о том, что там плохо, там хорошо. То есть вот идеально. Просто прогулялись мы. Шли от немножко зеленью моря до кристально чистой воды. Прошли, ну, пускай там полкилометра, думаю, не больше. Я тут бегал, в принципе, расстояния именно такие. То есть и все. Я понимаю, что никогда там не хочется ходить. Хочется я прийти и все, чтобы это море было уже хорошее. Ну, если вот такая ситуация, что в Анапе надо действовать для дар. Но зато вы будете вот в таком море купаться, наслаждаться. Вот, пожалуйста, сегодня тополиный проезд. Идеально чистое море, много места на пляже, несмотря на то, что этот проезд море заружен. Там парковаться можно здесь в Голубые ели. Там еще есть на проезде парковки. По ценам не могу сказать, потому что не знаю. К этому рано. Вот по 1200 мне сказали стоимость. Там проката по 600 таблеток с бананом где-то так. Там до 1000. Стоимость, в общем, везде по-разному. И вот сам тополиный проезд. Проход к морю. Красота. С правой стороны пляж Ривьера, друзья. Идеальное море. Просто идеальное. Здесь у нас пляжи, которые довольно-таки элитные, можно называть. Перед ним отдыхают те люди, которые не имеют доступа на этот пляж. Но им тоже, я думаю, хорошо. Классно. Для детей идеально. Просто такая тихая заводь, на которой будет очень безопасно. Тем, кому опасно, трех яму можно выкопать. Стоять тоже в московоде. Тут вы точно не погибнете. Идеально. Лежи, отдыхай, загорай. Безопасно. Те, кто лезут дальше, немножко клуб самоубийц. Не рискуйте, друзья, с собой. Все-таки жизнь на дна. Погибает немного, конечно. Но обидно, если будете это именно вы. Эллен Спа Фэмили Ривьера. В этом году ни одного плохого отзыва не имеем. О них там были ранее заморян. В этом году все тихо, спокойно. Значит, все вообще великолепно. Ребят, если в Ривьере отдыхаете, пишите, как вам. Там будет очень интересно услышать. Попускать, так сказать, слюни на вашу инклюзив за 30 плюс тысяч в сутки. Здесь море. Ну, просто слеза. Как говорится, раз в три года должно быть и здесь все хорошо и прекрасно. В Ривьере дети мороженое оставляют на пляже вот так, потому что его там слишком много. И сами пляжные территории уже ближе к концу. Но я счастлив, вы видите, людей, чистое море. Потом дальше опять, смотрите, проходим и пустынные пляжи, ребят. Сколько таких. Вместо вон, кстати, ветер пошел на усиление. Смотрите, как от ребенка быстро улетает фламинго. Папа пошел в сторону. Вот не надо бросать детей своими сплав средствами, потому что потом будете ловить их в Турцию. Это на самом деле очень опасно. Все потому, что здесь течение, смотрите, в этом месте отходит от берега. То есть, если там мы везде шли, зелень прокачивав до берега, то здесь оно качает чуть-чуть дальше. Здесь под берегом кристальная водичка, а там вот как раз какие-то течения. И в некоторых местах я вот пытаюсь объяснить своим подписчикам, что течение вот из-за особенности того, что берег где-то поворачивает, может уносить ваше от берега. И боковое течение получится как тягун. Поэтому будьте бдительны и берите себя. Это важно. Фотография. Да? Да. Три штуки за 10 рублей. Шутим, шутим. Отойдите, девчонки. Красиво. Да нет, нормально видно. Молодцы. Вот чем заняться, когда купаться запрещено. Хорошего отдыха. Умнички. Дальше идем в детский пляж Бимлю. Здесь кусок свободной территории с проходом возможностей к дюнам. Красиво. Классно. И маняще. Пусто. Прибрежная территория. Идеальная для вас. Друзья мои. Тут тоже, видите, дети играют горячую картошечку. То есть такие моменты, когда запрет на купание. Берите себя и пускай все будет хорошо, друзья. А море зовет. Кстати, прокаты, смотрю, все работают. Большие корабли ходят по морю. Корабли сюда. Правильно, корабли у нас военные. И с левой стороны у нас опять пропуск. Опять много места. И еще один пляжик. Прям идеально. Места очень много. Поэтому вас всех ждем. Здесь на проходе я домики снимал, в которых можно приехать на отдых. Очень крутые домики. Возможно, я бы там с удовольствием отдыхал с бассейном, своим питанием. Вот такое тоже художество. Смотрите, как выглядит интересно. Прям портреты. Клево. О, здесь волейбольная площадка. И играет сразу в волейбол. Кстати, желтый флаг на единственном флаге только здесь. На единственном, прошу прощения, пляже. Желтый флаг только вот здесь. Интересно, кто это за пляж. Дальше везде красный. До него все красные. Здесь спасатели спасают. Они уверены в себе. Россиянка. Пожалуйста, друзья. Это парк-отель, в котором мы тоже как раз снимали. Там можно было купить апартаменты. Вот посмотрите, сколько людей же отдыхают. Пляжная территория красивая тоже. И вот так она выглядит там. Море просто сверхчудесное в этих местах. Скажите, вау. Вот, кстати, опасный предмет. Сегодня мы выкладывали в Телеграм. То есть, наверное, какие-то камни там или еще что-то. Буками огородили, поставили. Интересно, надо вытагивать эти опасные предметы из моря, чтобы они, для бога, наших отдыхающих не ранили. Здесь чуть-чуть вода с зеленцой пошла. Ну, а дальше опять чистейшая. Девушка в одиночестве пошла купаться. Это пляж как раз-таки Бревесника. Тоже свободный. Никого нет. Детки тут отдыхают. Ну, и следующее море лето. Пляжная территория. Большущая. Тут тоже прокат есть. Никто пока не катается. Пусто и свободно на этих пляжах. Дальше красный флаг. Купание запрещено. Тут кто-то тапки свои потерял или сандали. Давайте сказать. Дети не теряйте сандалия. Море лето. Территория большая. Пляжная. Ну, и не особо занятая. Тоже свободных мест прям очень и очень много. Мы проходим территорию эту. Тут тоже заводи такие интересные на пляже существуют. Ребятки фотографируются. Красота. Качается пляж под конечком море лето. И дальше пляж называется Филищта. Такой интересный зонтик. С возможностью зацепиться песочком по бокам. Интересные приспособления. Придумают постоянно. Здесь на Филищте и бар. Работает. Я смотрю, что вовсю. Там сапы сдаются. И есть большущие такие территории с зонтиками. И, как их правильно называют, лежачками. То есть, в принципе, обе здесь возможны. Сама территория Филищиты выглядит вот так. Ну, вы пишите, как вам. Нравится, не нравится. Будет интересно. Филищита. Территория заканчивается. Проход моря от Буревестника. И посмотрите, какая территория. Еще одна. Свободная. Пустынная. Максимально комфортная для отдыха людей, которые не любят, чтобы было много народу. Кайф. Море здесь тоже чистейшее. Я уверен, что если хотите найти, то прогуляйтесь хотя бы разочек. Выберите для себя самый топовый пляж. Будете отдыхать. Не надо куда-то далеко ехать. Просто надо немножко ходить по берегам. Тоже мороженое вам привезут. Выйдут вам как бы очень рады здесь, друзья мои. Мне очень нравится, как здесь выглядят дюны. Дюны такие красиво смотрятся. Мне кажется, прошлого года все-таки здесь кто-то выставлял пляж на территорию. Сейчас вообще так свободно, хорошо. Всегда очень классно на фотосессии приходить. Да, по-моему, был какой-то пляж. Пытались зарабатывать в этом году. Не стали, наверное, брать в аренду. Ну, море обращивают. Показывать почаще, какое оно здесь. Видите, берега везде разные. И поэтому, собственно, и море везде разное. Ветер, я смотрю, в порывах начинает разгоняться, ребятки. Уже метров, наверное, 8 пробывает местами. То есть на порывах точно приходят. Флаги встали. То есть песок начал мести на дюнах. Ну, а здесь люди отдыхают. Лучше в козах, чтобы везде, так сказать, подзагореть. Ну, такие вот моменты тоже очень напрягают. Почему наши власти не обезопасят наших курортных отдыхающих? Потому что удариться ногой можно. Шторм, напороться с животом. Это, ну, фу, прям жутко, даже себе представить эту картинку. Ну, и подходим к Кольцевой улице потихонечку. Здесь, смотрю, вытаскивались когда-то водоросли. Значит, собирались одни одно время. Сейчас в море везде чистые, друзья. Отдыхайте. Берется в полный рост. Очень интересное занятие. Время запрета на купание. Здесь, в принципе, флаги тоже красные. Поэтому все хорошо запрещено. Это Кристалл. Идет либо София, скорее всего, вот этот пляж, чтобы не перебутать. А вот Кристалл следующий идет пляж. Между ними свободная территория с волейбольной площадкой. Море напротив них прекрасное. Чистое. Вот такой завод для детей. Идеальный для купания. Вот кто хочет безопасно сегодня купаться, приезжайте на улицу Кольцевую возле Дельфинария на Пионевском проспекте. Паркуйтесь. Вот дети будут в вашей заводе купаться. Дальше Миляк. И потом опять идет территория с морем. То есть идеально, безопасно, максимально для вас. Те, кто хоть чуть-чуть за свою семью переживает, я думаю бы вы уже здесь сегодня были. Просто можете сидеть на берегу, смотреть за своими детьми, какие классные возможности дают анапские пляжи. Ну и подходим на этот Кристалл. Уют пляж. Кристалл плюс, правильно как он называется, я уже забыл. Честно, давно снимал. Хорошее место для отдыха. Отзывы у вас отличные. О нем есть на ютубе. Надо приносить, кстати, в ВК все видео потихонечку. И думаю, что к скорейшему времени мы это обязательно сделаем. Ну а так пока, что можно сказать, что море манит. Пляжные территории чистые. Ждем вас еще. Сезон у нас продолжается еще 20 дней, друзья. Идет август, потом, конечно, учеба. Но я знаю, что очень многие прогуливают специально, чтобы приезжать. И людей было в сентябре поменьше. Шезлонг здесь по 300 рублей. Кристалл, вот, пожалуйста. От кристалла, шезлонги на проходе. Отдельных территорий для отеля просто снять. Шезлонг можно за такую сумму. Собственно, музычка качает здесь. И выход с улицы кольцевой. Наслаждаемся красотой. Там кое-что наших подписчиков встретил. Проходим дальше этот проход. Тут я смотрю, что тоже какой-то пляж. Поближе подойдем на красный флаг. Посмотрим, он подписан идет. Называется Арбат Отель Менеджмент Филиал. Что за пляж? Все кто знает. Если кто знает, как он называется, напишите. Я-то что буду гадать. Тут у нас красный флаг. Но тоже люди купаются. Людей в море много. В общем, непонятная работа этих наших флагов сегодня. Ну, я вам показываю все, как есть. Дальше. Детский пляж. Здесь у нас красные флаги. Это детей. Лидер. Утрывительный лагерь называется. Деток очень много отдыхают. Все счастливы. Во всех все прекрасно. Купание запрещено, ребятки. Следующий пляж у нас смена. Детский место для купания детей. Пляж Краснодарская смена. То есть там тоже детки. Тут они фотографируются. Привет всем. Краснодарская смена. Следующая звездочка юг. Сегодня звездочка юг. Мы присылали, что купание запрещено. Детский факт. Здесь первым подняли красное. Потому что здесь сказали, что течение сильное. И тут, видите, люди не заходят глубоко. В зоне, в этой туда дачи, водички. Идеально. Отдых идет на все 100%. Здесь все бы танцуют. Молодцы. Есть чем заняться. Люди этим и дети наши занимаются. Это самое главное. Вот вертолет полетел. Кстати, кто спрашивал. Летают мы с вертолета. Смотрят нашу зону, чтобы все было безопасно. Военные. Молодцы наши. Спасибо им за их работу. Тяжелую и важную. Звездочка юг. То есть там отдельно та часть пляжа. Отдельно эта часть пляжа. Как-то разделяется. Может, или отряды. Либо там по возрастам. Ну и мы дальше. Дальше в сторону Анапы. Я уже чувствую. Мы приближаемся к Давиле пляжа. Здесь выход с территории пляжной. А дальше у нас пляж Ака. Звездочка юг. Он выглядит вот так. Навесики. Все классно. Дальше начинается Давиль. Хотя это раньше был детский санаторий. Но, к сожалению, у нас выгоднее. Украсть их. И переделать под другие. Тут мы видим, что были водоросли. Немножко остались. И чуть-чуть подванивает. Но Давиль ставит пирсы. Чтобы люди было выходили дальше. А тут дети побежали. Массовое купание. Думаю, может, где-то отдыхают тоже. Тут строится у нас ривьера. Еще один будет у них огромный комплекс. Круглогодичный работать. Так что в скором времени на этих пляжах народу станет еще в разы больше. Вместо ракеты они строят детского пансионата. Вот так детский отдых уходит куда-то. И все молчат. Все все хорошо. Обидно, что так происходит. Детский отдых. Издравница забывается потихонечку. Разворовываются территории. Как всегда, у нас никто не виноват. Здесь почему-то купание запрещено. Только что куча детей забежала купаться. Тут тоже красные флаги. Спасателей нет. Это нет. Один спасатель сидит внизу. Чилит потихонечку. Места для отдыха. Элитнищие. Как по-другому их назвать, честно? Не знаю. Нам осталось еще, наверное, километра, может, полтора пройти, чтобы дойти до золотые пески, проходок моря, где мы закончили в прошлый раз снимать Анапские пляжи. Так-то, в принципе, нормально. Хотя тут чистую воду проходит. Туда чуть водоросли заходит. Так-то раз снимала, помните, стоячую воду. Там с этой жижи выплывали люди, которые платили по 50 тысяч в сутки за отдых. Сейчас морем все хорошо. Между тем они такие мягенькие, зонтики классные. В общем, отдых идеальный для тех, кто его хочет. Те, кто не хочет, тот, в принципе, не отдыхает. Сидит дома и на своем диване возмущается. Говорит, там водоросли в Анапе, все плохо. И у нас вот все, в принципе, очень даже хорошо. Еще один секретнейший пляж. Здесь, Давиля, территория заканчивается. Смотрите, пустота и красота. Дальше у нас территория планеты. Потом опять пустота и красота. И потом только там центральный, типа, ну, как общественный пляж. И нынешний сан-парк тоже был у нас на обзоре. Но сейчас, смотрите, здесь вот как выглядят территории. Прекрасная манящая сюда местные приезжают в велосипедах и отдыхают, как говорится, по кайфу. А с правой стороны, так сказать, Давид мы только что прошли. Идеальные места для отдыха. Есть даже прям вблизи канапы, друзья мои. Забронированный пляж в плане того, что спасатель уже сидит, типа, от ривьеры, потому что в дальнейшем этот пляж к ней и уйдет. Ох, как красиво девушка отдыхает. Загар будет точно везде. Тут примерно так же мужчина кафует. Ну, мы в сторону Анапы двигаемся. Там первый пляж, который нам сейчас встретится, это планета. Даже территория, видите, уголок, типа, забор. Это уже пляж они забирают под себя. Такое бронирование территорий, я их называю. На ней, чем они его отгородят полностью. И пляж будет закрыт. Да, о, Виктория. Назвали. И планета. Небольшая территория. Прекрасное место для размещения ваших детей. Есть тоже у нас планета на обзоре. Если вдруг вы отдыхали там. Вот недавно у меня были подписчики, которые отдыхать туда своих детей отправляли. Говорят, что все очень понравилось. Это самое главное. В заводях дети плавают. Больших таких. Клево. Вот можно, в общем, аккуратно купаться. Можно бездумно рисковать. И туда за быки заплывать. И боковое течение жизни решаться. Решать только вам. После планеты опять начинается свободная территория. Прекрасная для вашего отдыха. Я эти пляжи миллион раз избегал в начале сезона тренировки и делал. Хотя вот сейчас никак не могу найти все силы, чтобы опять решить, чтобы начать тренироваться. Но надо это делать попрохладнее. Думаю, чуть-чуть встанет и побежим. Идеально, да, ребята? И на дюнах красивых, и чистый берег, который зависит чистотой только от тех, кто здесь отдыхает. И на весике с лежаками. Кто хочет снять в аренду, тоже есть. Но дальше у вас сан-парка пляж. И море манящее, чистое вас ждущее. Мы подходим, ребята, уже к пляжику сан-парка. Вот тут даже на Вейке предлагают покататься. Я так понимаю, прицепят вам доску. Надо попробовать как-нибудь реально от гидроцикла стартануть. Я умею. И недавно мы тоже этот отель снимали. Люди приходят на этот пляж. Отдыхает кто-то. Просто выходит на этих территориях Сперменского проспекта. Отдыхает в этой зоне. Дальше мы идем уже в сторону Анапы. Здесь людей будет побольше. Ну, несколько вот секретных пляжиков недалеко от Анапы я вам, в принципе, показал. Но думаю, что было прям очень хорошо посмотреть. Пока у нас запрет на купание. Вот можно чем заниматься? Строить башенки с детьми. Развлекаться таким форматом. Ну, есть те, кто купаются. И у них все равно. Тут тоже на пляже красные флаги висят у нас. Это тоже большущий такой замок. Папа с дочкой. Тут большой еще один. На этом пляже собрались строители. Главное, отдыхайте с душой и телом. Дальше смотрите, кто прошел. Здесь на всей той же свободной территории. Между двумя пляжами. И отдыхают себе от души для души. Свободненько, без заборов. Очень классно. Счастливое детство. Начинается, я думаю, что следующая территория пляжная. Но могу ошибаться, потому что... Такое тоже бывает. Ошибся. Это Зори Анапы пляж. За забором в калетку здесь детская площадка. Дай бог, кто-то из детей чужих зайдет поиграть. Мне вот так это убивает постоянно. Такой позор для Анапы. Детские площадки за забором. Просто трэш. Ну и дальше такая территория. Зеленые берега. Там, тада, там. Красота, конечно. Еще там, там, тада, там. Смотрится такое себе, да, ребятки? Это немного. То есть можно было уже грабельки взять. Чук-чук-чук-чук в кучку. И увезти их куда-нибудь. Здесь у нас Зори Анапы накончились. И еще какой-то пляж. Спасательная. Но не подписанная. Хотелось бы, чтобы получше подписывали. Может быть, это счастливое детство. Называется территория. Дальше свободная. Там люди с палатками, шезлонгами. И мы потихоньку приближаемся к золотистому проезду. Тут море становится прям такое зелененькое. Вот все водоросли, как я и говорил, сюда притягивают боковым течением. И это вторая порция. Одну там уже, возможно, чуть возле отелей почистили. И сейчас вернется вторая порция водорослей. Возвращается на круги свои. Хотя можно было бы эти водоросли собирать заранее. С сеточками потихоньку как только образовались. Но все почему-то говорят, это невероятно сложно. Невозможно и никогда не сделается. Ну, потом страдает какой-нибудь пляж один. Так уже неоднократно мы живем и видим, как это происходит. Футбольное поле сзади. Им никто сейчас, смотрю, не пользуется. Может, в вечернее время там играют. Там на воротах и сетка есть. И здесь людей, чем ближе к центральному пляжу Анапы, тем больше становится на отдыхе. Вот, видите, отходя отсюда, от этих водорослей, проходя какой-то там километр в сторону, вы можете найти чистое море. Можете купаться в водорослях, никуда не ходить и жаловаться, что море грязное. Выбор за вами. Анапа, видите, предполагает, что надо прогуляться, но предлагает при этом мелкое классное море с хорошими заводями. Мы сегодня это все в этом видео увидели. Я надеюсь, что вам как бы это понравилось. Но мы еще не заканчиваем, потому что нам еще к машине по Треневскому проспекту возвращаться. Может быть, там что-то еще интересное посмотрим с вами. Извините, на ютубе у нас трансляция так себе работает. Возможно, будем на ВК. Здрасте, хорошего отдыха. А что они пошли дальше до Чистого моря? А где там? Буквально полкилометра, и там чисто. С вами подписчикам можно в реальном времени посоветовать. Все здесь. Тут там музычку качают на прокате. Туда находится кинотеатр. И к золотистому проезду мы подходим. Одна таблетка торчит. О, тут, смотрите, катамараны в море. Прям люди экстремалы на самом деле. Если текст от себя не жалеет. Здесь у нас перед золотистым проездом треопляжная территория. Там диджей есть. Наверное, просто для развлечения и тенечкой сдать еще звонков аренду. Катамараны с прокатом. И, конечно, то, что кто-то оттуда вообще вылез, там даже на САПе кто-то идет. Это жестко для меня. Мы в прошлый раз закончили наше повествование о пляже Ханапы именно в этом месте. Туда дача я вам сейчас покажу центральные, как выглядят. И пойдем по нему уже, прошу прощения, золотые пески проходу к морю. Здесь пляж Премьера. Его можно назвать. Там деревья вырубленные были в площадку. Одно соревнование даже этим летом провели, по-моему, позавчера. Или вчера в день физкульптурника. Но море, конечно, вы видите, как сюда сбиваются все пионерского проспекта водоросли. И чем ближе к Ханапе, тем оно становится зеленее. Все по факту, все как есть. Ничего не выдумываем, друзья мои. Самый трэш там вот возле пляжа. Смотрю, что там чуть-чуть повывозили все. Кучки вот есть с водорослями. И дальше можем наблюдать территорию краски центральных пляжей. Там людей просто муравейник. Всем желаем хорошего отдыха, прекрасных эмоций, ощущений. Но, как выяснили, мы чем ближе к Ханапе, тем у нас водорослей становится, собственно, больше. Поэтому выбирать себе отдых может каждый под свой вкус. Это как на центральном пляже, честно, не знаю. Возможно, там вообще чисто так и красота, потому что водоросли сюда чуть-чуть в угол сбиваются. Я с таким ветром, который гонит их сюда. На проходе у нас настила для выхода с территории. Все помнят шторм века, который подразрушил наши дюны. Но теперь тут более удобно ставить им свои... Ой, еще тут массажный салон, там спасательная с красным флагом. Здесь у нас переодевалочки. Ну, и с правой стороны бесплатная тень под деревьями. Имеется эта секция, как-то пляжа Премьера. Есть мусорка, туалет. Я тут вижу, что не существует. В принципе, и там, вокруг той территории забора поставлен на пляже. Если можешь прогуляться... А нет, я соврал, друзья. Вот вам, пожалуйста, душ, туалет в левую сторону. Работает, красиво покрашены. Извините, пожалуйста, у меня все в этом плане. Тут очень даже хорошо. И выходим на асфальт, тротуар. Отель себе перегородил территорию с парковкой. Золотой берег. Клуб-отель называется. Если отдыхали, пищите, как вам. Хотя, думаю, тут ценники довольно-таки высокие. Не все могут позволить себе этот отдых. Между зданиями есть возможность пройти туда. И Сен-Топ-Тропес, называется, господи. Прикольно. Так, знаешь, аптека, мини-маркет. То есть, даже здесь, на этом проходе небольшом, есть возможность, где отдыхать, покушать, что купить. То есть, обо всем уже позаботились. Золотой берег. Золотой песок, как его только не звал, этот проход к морю, проезд Золотой берег. Постоянно почему-то... Фу, то есть, вот именно с этим названием. С левой стороны у нас шелковица произрастает. По-моему, уже ее все съели. И стройка, небольшая заброшка. Пять звезд называется гостиница. Здесь еще одна. Есть 10 дроб 2 проезд. То есть, прямо на берегу моря. В проездех таких спокойных можно отдыхать. Говорится, почему бы и нет. Дальше еще одна столовая. Шашвачки. Это прям вообще то, что надо. Ну и вот так вот. Ух. Ух. Что-то голова закружилась. Ноги ватные стали. Главное не упасть. Резко такой приход поймал. Столовая полностью забита. Люди едят. С левой стороны фрукты и овощи продают. Столовая. Пляжный поселок. Там парковка большая. То есть, территория с палатками тоже отдыхают. И магазинчик с правой стороны есть. Ребята из Беларуси. Кулинария. Здравствуйте. В Беларуси. Привет. Наши люди из Беларуси. Это прекрасно. И двигаемся в ту сторону. Ребята счастливы. С Беларуси. Такие эмоции. Я рад, что вы от меня испытываете. Это очень круто. Гулять до хороших пляжей. Не обязательно идти по территории пляжной. Можно выйти на Пионерский проспект и прогуливаться. Так вот в тенечке. Потому что что-то жарковато. Как бы не казалось, что 29 нам пообещали в тенечке. Но на солнце припекает. 35 мы с вами замеряли. Довольно-таки тяжело двигаться. Ну и вокруг нас наш мощнейший, прекраснейший Пионерский проспект. Парковка на пляже. Место неплохое. Автокемпинг. Сюда многие приезжают. Пляжный поселок этот на отдых. Такое ощущение, что знаете, толпа народу здесь собиралась и бросала бычки в это место. Или один чувак приходил сюда, постоянно кидал. Единственная лавочка на Пионерском проспекте с мусоркой даже. Мусор вокруг не обстоит, сколько набросали. Поэтому лавочки особо и не ставят у нас. Это печально, что так выглядит. Обидно, что люди позволяют себе возле мусорки просто раскидывать бычки по сторонам. Вывеска пляжного поселка. Это мы вдоль него до сих пор двигаемся. Правой стороной у нас переход пешеходный и Зори-Анапра. Детские лагеря. А дальше по левой стороне начинается счастливое детство. Синьи, Марина. Мы вас смотрим. Откуда вы? В Коротской области, Тарасков. Ой, ребятки, вам там тоже, чтобы держались, чтобы было хорошо от души и хорошего отдыха. От души для вас стараюсь. Хорошего отдыха. До свидания. До свидания. Вот он, счастливое детство. Начинается вот так вот, может прогуливаться по пути и встретить людей, которые наши подписчики. Кстати, он не работает у нас. Его закрыли из-за того, что он какой-то инвесив прорвался к детям. Говорят, что кто-то там отдыхал в этом году, его закрыли второй раз. В общем, какая-то треш-ситуация там происходит. Ну, и дети с зори на поле. Думаю, здрасте. Здрасте. Хорошего отдыха. Есть такое? Ну, здесь сколько детей. И все у нас с пляжа счастливые и довольные двигаются. Здрасте, здрасте. Заполненных лиц, счастливые и довольные. И вот он с санпарка, проход на пляж. Возвращаемся. То есть, как выглядит. Под арочку здесь перекрыто. Машины не проедут. Можете увидеть. Туда люди ходят. Тут шо-шо, кто-то жарит, называется звездочка. Все правильно, пансионат. Дальше. Под тенью деревьев. Тут раньше скамейки стояли. Больше нет, хоть мусорки остались. После Пахомова очень быстро все стало исчезать. А при нем, возле каждого пансионата, были скамеечки. Классный мужик был, да. Заставил работать все наши заведения. Вот планета выглядит с этой стороны. У меня с детства самое красивое воспоминание об этом месте. Так понравилось мне отдыхать. А с правой стороны Айлян. Это у нас Давиль. Там находится. Тут возле планеты есть скамеечка. Мусорка. Спасибо большое. Детей там, видимо, отдыхающих. Территория ухоженная вся. Великолепное место. Советую, друзья. Здесь был у нас пансионат и ракета. Детский санаторий великолепный. Ну, а теперь и ривьера. All-inclusive отель строят. Кругогодично. Ну, это даст рабочие места к радости. Но, к сожалению, детский отдых уходит в прошлое. Здесь такую территорию огромную полностью всю застраивают. Что там, я так понимаю, будут внутриспо-комплексы развлечения. То есть, что-то сверхграндиозное будет. Обидно, конечно, что детский отдых уходит в прошлое. А еще более обидно, что у нас канализационные ресурсы так отчислены и не улучшают. Только по сбросу увеличивают. К большому сожалению. Ну, в таких отелях людям море не надо. Я убедился сам. Посетил в этом году очень много all-inclusive. Что там люди отдыхают на бассейне. Действительно, там уже химия такая, что она в глаза не щипет. Можно купаться и лучше море наслаждать. С видом на море, так сказать. И все. Больше ничего не надо. Вот так вот, ребята. Паспорт объекта. До 27-го года первого квартала. Его будут строить. Потом запустят полностью вся территория. Будет застроена посередине комплекса. Будут какие-то небольшие бассейны. Очень жалко, что еще раздвут детские территории уходят в прошлое. Друзья, мы кабриолет поехал. В ту сторону здесь у нас еще один пансионат. Вот там, не знаю, отдыхают или нет. Не помню. Зорим она помнит, но есть ли нет. Но там стоит у нас Ленин посерединке. И большая зеленая территория. Для детей все, как всегда, было очень круто. То, что осталось от детской памяти. Стелла, ракета. И все, в принципе, при этом. Территория к пляжу ведет до Виля. Мы с вами снимали. Здесь АК, я помню, точно есть. Проход солнечный находится. И через Пионевский проспект двигаемся дальше. Здесь Краснодарская смена. Если я помню, там пляж был. Тоже детский, с левой стороны находится большая территория. Такие мне нравятся места. Сохраненные для детей. Отдых, солнце, море, песок. Блин, что может быть лучше для оздоровления? И чтобы поддерживать здоровье в лучшем виде наших дорогих детишек. Наше будущее. Наше сейчас можно и дома посеять. Вот детей надо оздоравливать и закалять. Для детей раньше оформляли базу отдыха и пансионата. Красиво, да? Аллейки, тротуары, макулизочки. Разные стелы стоят. Но проход тут в этом месте по Минесскому проспекту прям крутой. С правой стороны звездочка юг. Находится большая территория. Взрослые, дети, кого-то у меня отдыхают. Еще чуть-чуть по прямой. И скоро будет джем отряд, друзья. Вход в нее, это краснотарская смена. Так и подписано. Для пионеров хорошего отдыха. И какая аллея, да? Сосны. Прекрасные виды. Не хватает такого скамеечек между этими соснами. Посидеть, подлечать воздухом. Послушать тишину, пьяния птиц. Чтобы все было хорошо. Согласитесь. Полярная звезда, друзья. С левой стороны. С правой стороны у нас океанарин гельфинариум. Остановочка и улица Кольцевая. Мы дошли. София. Подошли. Кристалл Ют. Водичка 80 рублей стоимостью. По карте можно оплатить. С мелочью то, что пришли. Люди больше, ну, как говорят, нет у меня сдать. Давайте по карте. То есть вот те, кто переживает, что надо ехать к снау. Если где-то вам откажут, то просто идите в следующее место. У нас конкуренция большая. Здрасте. Поцелуйчиками все. И уверен, что вы найдете хорошие места себе, где можно отдыхать будет. За денежки безналичные, друзья. Тут бугеры. Помимо всего я иду по велодорожке, но тут у нас просто перегородили обычную. Вот здесь ребята гоняют прям очень даже один за одним. Так, и возвращаемся обратно на тротуар. Ну, ебать, сюда выскакивают и забывают, что не велодородня. Проходим в Софии. Медицинский центр. Ну, плюс отдых там отель. Вот он такая тоже прекрасная скамеечка с мусоркой здесь есть. И не одна. Дальше есть еще. Здесь раньше был пансионат. Я постоянно забываю. Это нефтяник Кубани, что ли, назывался. И вот его тут перестраивает. Ну, так и замерло все это. С правой стороны у нас Бора-Бора. В следующем году будет отельный клуб. Бора-Бора уже большой отель строят. Сейчас пока еще работает режиме бассейнов. И пользуются популярностью. Запрет на купание. Пожалуйста, вся парковка занята. Здесь люди в очереди в кассу. Видно, что стоят, чтобы туда попасть. Пожалуйста, еще одна скамеечка для вашего отдыха. Это не голубь, это горлица. Одна, вторая. Они всегда парами тасуются. Это те, которые делают так. Ку-ку, ку-ку. Моджестик. Запустился, по-моему, пару лет назад. Там сначала первая, тщательно вторая. Ну, и вроде отзывы очень хорошие в этом месте. Ну, за ним россиянка. Комплекс. А здесь вот аренда продажа. Так все это и стоит. Ну, и плюс комплекс не достроили. Жалко, конечно, очень большое. Заканчивается по правой стороне это Моджестик. И с левой стороны территория россиянки. Ну, а здесь все так же. Не достроен. Да, ни Куба, ни больше. Жалко, конечно. Прям огромный отель мог получиться. В то время там был бы, наверное, отрывал прям. Отель с таким лобби, въезд, наверное, хотели сделать, чтобы машина подъезжала, как в лучших домах Парижа. Ну, что-то пошло не так. Нефтяников, кончились деньги или еще что-то. Народ быстро облюбовал себе парковочку. Все заставлено машинами. Жалко, наверное, все газоны превращаются. Вообще, выход из ужасный. Потому что здесь парковочная местность. Прям все очень и очень тяжело. Каждый сантиметр занимается людьми. Чтоб сходить на пляж Боревестник. Вы сами видели, какие там места есть классные. Ну, тут, пожалуйста, одно, второе местечко. Можно запарковаться. Парковка бесплатная. Лезут как могут и куда могут. Проходим Россиянку. На правом море лето. Потом Боревестник. С левой стороны у нас есть отельчик, который мы снимали на обзор. Смотрите, въезд на территорию открыт. Впервые за долгое время вижу. Прям прикольно. Может, тут можно даже к пляжу подъехать. Ну, что, в принципе, все открыто. Хотя, точно не знаю. Вот Сан-Вио мы снимали в этом году. Если денег хватает, место шикарное для отдыха. Классные домики стоят двухэтажные. Бассейн. Свою собственную территорию. Только они уничтожили зеленую зону. Их, кто, как говорится, не виноват. Кто давал разрешение, тем вопрос. На этот пляж все эти машины стоят припаркованные. Следующий у нас идет уже Бимлюк. Детский санаторий, лагерь. Раньше с правой стороны два была ласточка. Сейчас это ривьера, который просто-таки вот ракеты перестраивают тоже что-то другое. Долбурвестник. Красивое название. Мне очень нравится. Вот это Бимлюк. Возле Бимлюка порадуйтесь, друзья. Лавочки с мусорками. По тенью сосен. Это прекрасно. Очень. Ну и велодорожка здесь еще по правой стороне и есть. Вот так выглядит стела Бимлюка. Почему-то люди шли по тротуару и вышли на велодорожку. А это вход в санаторий. Детский бимлюк. Потому что санаторий, видите, называется для детей. Не лагерь просто. Значит, с лечения какое-то и есть оздоровление деток. Ну, здесь бурвестник заканчивается. Начинается ривьера. С той стороны у нас была раньше ласточка. Ее снесли. И ривьера построят там новые корпуса. И вот что мне не нравится, то что вся дорога забита под парковку. И теперь они даже машины ставят свои по территории Пионерского проспекта. Потому что этой парковки не хватает. То есть надо строить не новые корпуса, а многоуровневые парковки. К тому алюму в первую очередь. Чтобы не было вот этих проблем. Мне что, вдавили там полтрассы заставлено машины? Что здесь, при таком количестве отдыхающих, надо все выравнивать именно и начинать с парковочных мест. Если вы согласны, пишите об этом в комментариях, ребятки. Ну и подходим к остановке, которая здесь есть. Это по едином проезде. Это входная группа. Ну, место отличнейшее для отдыха, честно. Вот прям за этот год ни одного плохого отзыва. Раньше единственное, что жаловались на пляже. Сам там был, еду пробовал. Готовят там просто восхитительно. Разнообразие питания поражает воображение. Вот там стола ихнего, шведского, просто всего по половинке даже взять попробовать, не съедите. А плюс еще перекусы. Причем перекусы, по крайней мере, раньше были прям просто вау. Последнее время там шашлыки появились. Короче, там суперкрутно. Дорого-богато. Как говорится, Алиан в этом плане молодцы. Говорят, мы давили еще круче, вдавили, правда, не было. Такое, конечно, количество самокатов вообще поражает. Но тут есть его дорога. Как вам интересно, что эти самокаты ставят на тротуаре. Тут выгружают и сюда переставляют из машинки. На это вот шаттлы ходят, которые славянки, Урала и Ривьера. Но тут те, кому о инклюзии не хватило, могут пивом поднасладиться на тополином проходе к морю. И еще подвыпить светофорная сигнализация. Славянка, Урал туда, слева юность. Тут у нас бимлюк мы прошли и голубые ели. Пили. Где-то еще и спали. Самое такое название интересное у места. Это работает как автокемпинг и парковка. Можно припарковаться здесь, приехать за деньги. Здесь однородные места от 800 рублей. Одна на палатку место, лишь человек. Не знаю, честно, как это работает. Скамеечка впереди. Тоже молодцы поставили, смогли. И листья падают. Осень пришла, ребят. И вот, пожалуйста, подпись с номером телефона. Если что, звоните, приточняйте. Автокемпинг воздыха голубые ели. Я как-то раз заходил, территорию подснимал, показывал. О, сколько там народу стоит. Много лет работают. И что-то так понимаю, что они ничего перестраивать не собираются. Их и так все очень устраивает. Все им нравится. Здесь возле мечты. Она по парке. Все приезжайте, паркуйтесь. Заезжайте туда поближе к пляжу. И получайте еще и душ. С левой стороны у нас мечта. Санаторий раньше настолько крутой. Фещенебельно считался. Сюда все звезды приезжали у нас. Сейчас, конечно, территория подустала. На ее территории даже паркинг устраивать, чтобы денег заработать. Смешно? Ну, как и есть, опять-таки, ребята. Если кто отдыхал последние годы в мечте, пишите, как там сейчас отдых происходит. Будет интересно услышать у вас. Все-таки старинные советские постройки. Травка все заросшая. Ну и машины там на паркованах много. Запустения приходят без должного, хорошего управления. Выглядит, наверное, что такое здание. Я прямо, я помню, ездили. Красивая территория. Здесь там вы деревья были. Сейчас все заросложим. Считаю, что надо развить. Какое-то это идти к тому, что там и так хорошо ничего развивать. Но надо и наговариваем. Теперь надо найти мусорку еще впереди. Были позади. Не могу говорить, что на Принятском проспекте ни одной мусорки не нашел. Встречались многим пансионатам за это. Спасибо большое. Сейчас водички выпил. Полтора литрика. И можно искать, куда присоседить. За ботылочкой. Я знаю, что в этой кристалле, по-моему, мусорка была. Там место для курения у людей было. Куда мы ее сейчас и закинем. Кафе Мафе открылось на Принятском проспекте. Рожжина, дыни, рыбы. Розлив разный. Продают. И здесь проход к морю. Он безымянный. Вот мимо мечты. Кристалла. Большого санатория. Здесь есть торговая точка. И как бы местечко довольно-таки показательное. Очень. Парковки, конечно. Вот тут заканчивается велодорожка, кстати. Вместе парковка встретилась. Газпромовская она считается. Видите, даже фонари в таком оформлении. И вот я вижу впереди есть надежда на мусорку. Друзья мои. Если отдыхали в Кристалле, пишите, как вам. Напротив нас территория юности называется. Ха, слушайте. Тут, короче, мусорки нет. Пепельница. Просто, чтобы мусор не выкидывать. Круто, чем могу сказать. Центральный выход с юности и проход в эту сторону. Как же жалко, что юность не может позволить себе мусорки. Кристалл не может себе позволить. Хотя на юности, я наговорю, смотрю, что там стоит скамейка. Рядом мусорка имеется. Юность может. МВДшники молодцы. А вот Кристалл Газпромовский не может. Элладу проходим. Эллада – это налоговики. Тоже ни одной мусорки. Скамейки возле территории своей нет. Это Эллада один, если что, друзья мои. Не вору. Все по факту. Эллада Олива парк называется. Почему Олива, не знаю. Дача Технополис Эра. Здесь одна из старейших остановок, оставшаяся на Пионерском проспекте. Раньше бывший десантник. Сейчас тоже относится к Технополису Эра. Но пока та часть его не активно используется. И, о боже, у нас наши военные могут позволить установить хотя бы мусорки на Пионерском проспекте. Спасибо им за это. От души. Нашли. Здесь у нас проезд на Пионерский проспект. Между как раз-таки бывшим десантником и Родником. С правой стороны. Родник довольно-таки популярное место. Практически круглогодично работает территория его. И там перед ним и кафешки тоже на Пионерском проспекте. Круглогодичные разные торговые павильончики. С точки зрения, что нам есть, перебраться на ту сторону и пройти там надо, правда, в другом месте. Но сейчас нарушим чуть-чуть. С этого прохода можно посмотреть, тут пирожковые, чебуречки продают. Тут дачи кафе. Можно посидеть, хорошо отдохнуть. Ну и парковка большущая в этой дороге. По стоимости с 10 до 9 работают, ребята. Цены. Тут тоже вот вход в то кафе. Дворец. Меню сразу сделано. Магазины продуктов. Скамеек очень много возле родника. Тут, бац, мы в такую как бы зону отдыха попадаем. Гуляет много детей. Питьевой билет. Родник. У них вот действительно так и называется. Не просто так, да? То есть билетик существует. Смотрите, сколько всего здесь фисташки продаются. Одежда целая куча. Все, что только вам понадобится возле родника, реализуют. Ну, это здесь работа круглогодичная. Спрятана за этими туями. Из Пеневского проспекта не особо видно. Те, кто отдыхает, здесь все знают. Ну, вот это вход в санаторий. Родник уже самый. В санаторий всякие разные земчужины, фреши, овощи. Пожалуйста, фрукты вам продаются свежие. Вот 260 абрикос, например. Мусор прям много. Ну, класс. Вот как должны все территории выглядеть. Согласитесь, все для людей. Если есть зоны торговли, то перед каждой должна стоять урна. И здесь это есть. И все урны пустые. А нет, вот одно наполнено. Кто-то целый пакет сразу насобирал и выбросил в мусорку. Смотрится прям, это на кто-то из зорка. Потому что там много всего. Еще одна пицца Алина называется. Бугер. Гамбрик 180, через Бугер 200 пицца делают. Перекусить здесь кофе есть бодраще. Еще кофейня, конфеты, кофе. Дальше у нас есть Шато-Тамань, официальный магазин. Здесь можно прийти купить винчик от Шато-Тамань. Очень вкусные. Вина у них советует, друзья. Не знаю, мне уже Чачу запустили или нет. Все Чачу спрашивают. И всегда приходите. И дальше идет Золотые пески. Территория тоже огромная, зеленая, кайфовая. Ну, просто так мы шли вдоль эры. Дороги очень долго и нудно. А здесь вот столько всего поглядели. Я думаю, что это было прям интересно узнать. Ну, дальше перейдем на ту сторону. Потому что там лады, там повеселее тоже будет гулять. В Золотые песке у нас три звезды. Все по прослетам тут. Через турникеты пробираются. Да, уже с пляжных территорий все возвращаются. По-моему, золотых песков трансфера на пляж нет. Здесь можно прийти. Можно пойти по прямой в Джимоте. Я вот что-то размышляю, где мне будет интересно. Что-то показалось, что с левой стороны проявляюсь. Там возле Азоса частный сектор. Там есть, конечно, что тоже вам показать. Пару отелей. Но со стороны лады. Мы сейчас саму ладу посмотрим. Потом дальше будут много ларьков открытых. Вон там возле этого уже как пионерс на проспекте. Переходим дорогу. И двигаемся уже туда дальше вправо. Мужчины начинают появляться чуть побольше на пионерском проспекте. Но все равно это очень и очень мало. Сама эра, технополис инновационный. И по прямой мы туда идем. Вот вход в ладу. В ладе было раньше посещение в их плавательные бассейны. Все равно в зимнее время было актуально. С подогревом классно. И форгулачная зона шикарная. Не хватает только лавочек побольше, чтобы можно было посидеть. Ну и мусор соответственно. Вот так классно. Я иду еще под тенью. Как раз под мой рост деревья подстрижены идеально. Хотя вот какая-то урна одна встретилась, по-моему. Да, одна есть. А вот еще туда три стоит. Трешова Джамайка проход в ту сторону, да, показано. И здесь так выглядит мусор. Жуткая жесть. В правой стороне у нас Азос находится.